Признаю, что мало людей, типа, грустно от этого и так далее 6 тысяч это неплохо, просто всегда же хочется чего-то большего В других городах и должны люди ходить больше, ну по логике вещей Это много народу, как ни крути Меня задевают не нападки на МКЛ, меня задевают тупость, тупость людей Знаешь, давай ставим наш разговор там в тайне и все такое, и берет и рассказывает какие-то личные детали А плачь сейчас не ответить ему, если у них есть живой пример Кутуза Как Форзе скажут, вот ты 100% там будешь играть один тайм чистого времени Чтоб пивной живот не появился Ну там я на пельмени у вас вожу Тебя будут провоцировать все трибуны, соперники Людям важен результат, особенно когда главные лица комьюнити так им флексят Всем привет, это новый выпуск «Встала» У нас был интереснейший выезд в Нижний Новгород И сразу после него буквально с поезда, с самолета, с машины здесь Никит Всем привет Никита Никита, да, который на выходных немножко Что? Ну, как это сказать, занялся 18+, и хорошенько заставил закурить сигаретку одному комику Даже дуум Белыч Всем привет Впервые дебютирует на столе Да, спасибо за приглашение Ты что на выходных делал? Тоже давал сигарету Некит А ее прикуривали А Некит уже дальше передавал Одна сигарета была на всех Тоже впервые Фил Да, какой это выпуск по счету? 46-й Спасибо, что доверили на 46-й раз сюда прийти Как будто бы в образе Леонида Каневского Так следствие ведем Я перед каждым выпуском говорю, может Филу? Он говорит, нет Еще рано Пиздеж Еще рано Пиздеж Никогда он тебе не предлагал Не напомнишь, кто в этот выпуск? Ну, в этот раз, да А Белку кто предложил? Это я Ну, это он сам мне написал Я такой Напросился А, можно ли я сейчас сказать? Да, давай я Филу Нет, нет, не так было Я ему сам предложил Фидос Здорово Тоже Кстати, который опоздал сначала на поезд Потом второй поезд Ну, в отличие от тебя, я на сегодняшнюю съемку хотя бы не опоздал Он уже стал пятым в Артуре Мамкало После этих выходных Непонятно, что надо сделать, чтобы ты вышел на поле У него просто всю прошлую неделю спрашивали, почему он четвертый Я больше не четвертый Пятый Партнером выпуска является компания Фонбет Закрепленный комментарий Ссылка на регистрацию по промокоду БРО 2000 фрибетом всем новым пользователям Играйте, но не увлекайтесь Прошли матчи в Нижнем Новгороде И как будто бы у всех сложилось впечатление Что приелось большим городам А может быть конкретно Нижнему Новгороду Медиалига Потому что людей было мало На Амкале прям совсем мало На Тудроц больше раза в три Но все равно как будто бы ожидалось больше Но 8500 достойно Достойно? Ну, для... Не, мне Коля говорил 6 6 с чем-то Ну 6 В другом городе Сколько на плей-оффе было? Вот тогда мы играли с десяткой Тысяч 10-12 Не больше 12 наверняка Чего ты меня так смотришь? Просто мне кажется Что после твоих слов Про народную команду Что вы новый Спартак Как будто вы должны собирать каждый стадион О чем, кстати, писал Фил Ну, брать 6000 в другом городе На туре Который вообще ничего не решает Я считаю, что это вполне достойно Наши болельщики пришли поддержать команду Просто Фил провел статистический анализ Посчитал, что даже с фанайди В РПЛ на Нижний Новгород Который вообще не борется ни за что Ходит больше Сколько? Ну вот как раз Когда ты сказал, что 8500 На них ходят 7-8 тысяч Стабильно Вот И я посмотрел по фоткам, по видео Это прям сильно больше, чем вчера было Потому что, во-первых, по кругу стадионов Все они распределены Все сектора были То есть, мне кажется, вообще 5-6 тысяч вчера было На матче у вас Вот И мне просто кажется, что как будто уже реально Большие стадионы Вот эти чемпионаты мировские Которые сначала были в диковинку И круто было То есть сейчас Вот и вы, и мы в Иваново играли Когда такой старый Олдовый стадион Практически забит под завязку И те же 5000 Это выглядит как будто лучше, чем Вот это, знаешь, одна трибунка Кое-как заполненная И фанаты там сидят Вот у Дродца, слава богу, есть И у Десятки поменьше Но все это выглядит как-то Вот реально Когда мы играли У нас еще меньше было У меня прям это настроение Вообще на всю игру испортило Ты выходишь на огромный стадион Что-то агрономы там занимаются Что-то поле стараются Ты уходишь и приходит Там, знаешь Две тысячи Три тысячи Это, блядь, вообще Ну, как будто не стоит Игра свечи Оно ничего не дает Мне кажется, это дополнительная Мотивация для наших команд Знаешь, больше работать Чтобы больше заполнять А бесценивать и стадионы И даже то, что пришло Шесть, там, шесть пятьсот тысяч Я бы не стал Это все равно Это много народу Как ни крути В другом городе Для Одно дело Пари Это команда, которая играет дома Другое дело Мы команда, которая приезжает В гости Просто групповой этап Я считаю, что Вот у меня пост как раз Про мотивацию был Что не надо ее терять Ни медиафутболу Ни командам Амкал Тудроц Ну и картинка в любом случае Круче, когда большой стадион Я понимаю Но я думаю Извините, что перебил Что это зависит еще от города Где проходит игра Потому что в Нижний Новгород Мы приезжали уже Третью или четвертую раз Ну, приелось, нет? Ну, для местных болельщиков Возможно, да Знаешь, когда мы ехали Плохо на эти шесть тысяч Больше не приезжаем Да нет, это супер Шесть тысяч Это неплохо Просто всегда же хочется Чего-то большего И ты, как человек Который мечтатель Ты, наверное, всегда стремишься Для чего-то А тут мы видим Ну, объективно Спад А что за аргумент Ну, это нормально Что за аргумент Что вот в другом городе Ты просто несколько раз повторил Что, типа, там, шесть тысяч Для другого города Это нормально Так в другом городе Как будто бы Вернее, не как будто бы Абсолютно точно И должно быть больше людей Чем в Москве Ну, да, в Москве тяжелее собрали Это вот как раз Первые моменты Постоянно играем Постоянно Все-таки, ну, объективно В Москве всегда придет больше народу Сколько бы ты там не играл Потому что это домашнее Да нет же Да нет В Москве не придет больше народу Я не знаю, как у вас Я сужу по нам И в Москве он всегда заполняется То есть на вас в Москве приходит Больше шести тысяч Каждый раз Ну, москвич почти полностью Всегда заполняется Нет такого, что он В принципе, вместимость просто ниже Да Вместимость на москвича ниже Там, если брать по матчу Где мы играем Кроме москвича Но все арены заполняются Нет стагнации Знаешь, что Ну, на химках Сколько у вас на кубке было? На кубке? На схемками Тысяч семь Прошлого сезона, в смысле Просто в этом сезоне Вы играли же в одессе Заполненный был? Он не всегда был заполнен Да, он был не заполненный Один раз на матче с деньгами С деньгами Потому что он ничего не решал Я очень хорошо помню, когда мы извинялись Перед болельщиками Ты стоял, очень хорошо Эту картинку помню Стадион не был заполнен на сто процентов И если мы Я просто этот матч точно помню Если мы поднимем другие Другие какие-то матчи Я думаю, там тоже найдутся Свободные места И, говоря справедливо Ну, мне кажется, справедливо отмечать Что в других городах И должны люди ходить больше Ну, по логике вещей просто Ну, там событий меньше Это для города Чаще всего становится Большим событием Приезд большой Медиафутбольной команды Поэтому аргумент, что другой город Он скорее в другую сторону Здесь должен работать При этом то, что Там пять-шесть тысяч Болельщиков Пришедших на матч Тудро с десятка Это, безусловно Неплохой результат Это неплохой результат Просто смотрите Мы должны, мне кажется, понимать В чем Наше отличие От тех же команд РПЛ Команды РПЛ Во многом Это именно Вот эта культура боления Медиафутбольные команды Ну, справедливости ради Все-таки, да Футбол показывают Худ более Более плохого качества Чем Любая команда РПЛ По факту По факту На дистанции Это так И Когда ты приезжаешь В третий раз В какой-то определенный город То те, кто были там В прошлый раз И уже увидели вживую вас Для людей очень часто Важно не посмотреть на этот футбол А увидеть вживую Некита Белку Жеку И так далее Вот И Они увидели Они, может быть, сфоткались Взяли автограф И они больше Ну, типа Кто-то из них Просто больше не пойдет Это немножко про разное Пока что Пока что Может быть в будущем Да Вы там вот говорите Что мы хотим пойти Куда-то в проффутбол Это будет меняться Это уже не так Как было там Два года назад Но пока что Многие люди приходят Не за футболом А приходят Сфоткаться Взять автограф Увидеть Там, не знаю Какого-то Из своих героев Получается, с Санкалом Уже все перефоткались Да нет Ты мне не дал завершить мысль Дай быстро Скажу Почему я вообще сравнил С Парин Нижний Новгород И сравнил вообще С проффутболом Потому что Медиафутбол И Сева не даст соврать Он на этом карьеру построил Всегда противопоставлялся РПЛ Скучный, да Как говорят Неоткрытый РПЛ Скучная лига Неинтересная Вот МФЛ Открытый На нас ходят болельщики То есть год назад Мы приезжали в Нижний Новгород С Санкалом Играли с легендами Нижегородского футбола То есть Вообще неизвестная команда Приходило там 8 тысяч человек Тех же И мы тогда еще Флексили такие Блин, на местный Нижний Новгород Тут не ходят Тогда ходило по 2 тысячи Там 3 тысячи условно Не проверял эту инфу Но мы такие Типа противопоставляли себя Вот мы приехали Приехали Проходит год И бац Оказывается Скучный РПЛ Что-то работает Над Ну Над своим взаимодействием С болельщиками Проводит какие-то Знаешь там Мероприятия Перед матчем Какие-то там Костюмы Ну я просто посмотрел Что там у Нижнего Новгорода Прямо происходит работа Там презентация формы Какие-то Перформансы Еще что-то То есть РПЛ Они такие Так нам надо догонять И они начинают что-то делать Чтобы люди оформляли Фонэди Ходили на это А медиафутбол Как будто вот В таком состоянии Что ой да на нас И так придут Мы и так популярны На нас и так придут То есть ничего не происходит Никак не Это как Спартак Ну типа на нас и так придут Вот Спартак Он много лет Вообще не делал Никакой матч дэй Ну они вообще ничего не делали Потому что они понимали Что мы самый популярный клуб страны На нас в любом случае Придут болельщики И когда наступил фонайди По нему это прям сильно долбануло Да по множеству Ну сейчас они Ну нет Это долбануло вообще по всем Но на них это прям сказано И второе Что у меня Почему я вообще сгорел с этого То есть знаешь Когда мы же первые играли И подходит Сева Подходит не классика Спрашивают про низкую посещаемость Ты так расстроен с этого И я такой Ну блин вот так Вот такая ситуация сейчас Признаю что мало людей Типа грустно от этого И так далее И то есть никаких отмазок Ничего Толя Катричка мне подходит Во время интервью Говорит Да хуня 16.00 Суббота Люди Какой матч ТВ Я говорю Для меня это как отмазки звучало И сейчас проходит день Проходит матч Тудрот с десяткой Который по вывеске Гораздо ярче И вот мы сидим Белка говорит Ну мы с деньгами играли Это нерешающий матч В Одинцобол То есть вывеска тоже решает Очень сильно И что Да Ну я имею ввиду Что от нас это звучит Почему-то как отмазки Хотя это Ну реальное положение вещей То есть никто не спорит Что Тудрот сейчас популярнее Амкала Это 100% Но вешать всех собак На низкую посещаемость На Амкал За то что пришло Там 2,5 тысяч человек На игру с Матч ТВ Ну в целом я думаю Поменяйся местами Играет Тудрот с Матч ТВ В 16-0-0 А Амкал с десяткой Там 18-0-0 Цифры бы чуть-чуть Ну усреднились 100% Ну не факт Ну не факт Что Ну согласен Но здесь тоже Но это смотря как вы это понимаете То есть Вас стыкают Вы на это Вот расстраиваетесь Обижаетесь Я считаю Что 6 тысяч Это повод для города Если бы мы могли бы тоже сказать Да идите в жопу На нас пришли наши ультра Мы тут ради них И типа Ради двух тысяч болельщиков Мы все равно ради кого-то приехали Не, Гера так и сказал В смысле Мы же выражаем Но Герман еще Знаешь Он был как будто бы Немного обижен Когда ему эти вопросы задавали Он так достаточно Расстроен был Когда ему Именно это первым делом Спрашивали И Это бросается в глаза Да ты в целом расстроен Когда на стадион выходишь Выходишь на разминку Видишь Что стадион не заполнен Ты уже расстроен И он говорил про то что Во-первых Мы играем в Борисове В следующий матч будет биток Все пососут Ну кто писал Ну да да А второе Что мы для этого ничего не делаем Ну типа Мы ничего не делаем Сейчас для того Чтобы болельщиков было больше А что нужно делать Вы же явно должны Ну Это хотеть делать Чтобы их было больше Потому что это же Смотри Это в контексте вот этих игр Было заметно очень Ну как бы Я был на И на том и на том матче Наверное единственный из вас И это прям визуально Было заметно Что на дротах больше И это происходит уже наверное Ну все время Когда я хожу на медиафутбол На них всегда ходит больше Ты понимаешь Момент Когда вот вы стали отставать И момент Когда вот вы Вот этот момент Ну проебали Слушай Ну мое мнение Когда мы это Вот у меня Федя спрашивает Говорит Как за год Так все изменилось Почему год Немного прошло Но за год все изменилось А ты считаешь Вот год назад Было равное примерно Слушай Год назад Я думаю Равное было И возможно Даже Амкал превосходил По живым мероприятиям Потому что У Дротс их меньше было То есть Амкал Больше играл Соответственно Ну то есть У Дротс это не надо было Ездить по городам Не надо было там Матч с Динамо Организовывать самим На ВТБ арене То есть там Очень много вещей Амкал успел В первом сделать Соответственно И забрать аудиторию Таких мероприятий Ту Дротс потом Подключились То есть После первого МФЛ Ну как футбольная команда Вот И за год Просто Ну понятно Ту Дротс Выиграли два МФЛ Выиграли МКС Обыграли ЦСКА В кубке Во втором Хорошо пошумели За этот же год И спортивных результатов Но Амкал В первом кубке Хорошо все было Во втором Тоже считаю достойно То есть кроме кубка Из прям сверхспортивных результатов Выделить нечего То есть Ну для меня Объяснимо Что Да Почему твою теорию Бьет Родина Объяснимо Типа Родина Выиграла МФЛ Почему на них больше Необъяснимо Футбол Вообще все Что мы здесь обсуждаем Можно легко Нельзя Потому что У них нету Таких же Ютуб каналов Где все строится На каких-то там Челленджи И персонажи И так далее Слушай Мы сейчас не про Ютуб Говорим Но мне кажется Вовсе Я тебе говорю Из Ютуба Уже идут Как раз Посмотреть на своих героев На трибуну И самое главное Чем ты заманиваешь людей Это своей активностью В интернете В том числе Подожди Можно Ну конечно Ты же пришел сюда Первый А ты посиди отдохни Пошел бы Давай Ты говоришь Ну ты просто Конец предложения взял И не подумал Что к этому ведет То есть Вы с первым МФЛ Выиграли То есть Менять состав Вам смысла нет То есть У вас с первым МФЛ Играет там Семь игроков Основного состава Сейчас выходит В кубки Столько же Ну То есть Там Глобальных изменений В команде нет То есть За год Люди привыкли К вот этим футболистам Которые выходят То есть Им нравится Слон Им нравится Стих Но они ходят на бренд На Тудроц Слушай Так а может Они ходят на футболистов В том числе Потому что Они интересные Они помимо своей игрой Футбол делают Что-то Помимо мисполь В том числе Абсолютно Ну тоже не на 100% Частично Стой Давайте здесь сразу Саля пиздатый защитник Что-то еще он делает Кроме этого Саля нет А для меня это Пиздатый защитник Мне он очень нравится Мне нравится смотреть Мне кажется Он лучший защитник У нас сейчас дело В сравнении И все Так я же тебе про это и говорю Знаешь Если смотреть со стороны То в Амкале Объективность сейчас Гораздо меньше персонажей Чем в Тудроц Ну это факт Ты мог бы так же Ну подожди Амкал Вот этот состав Амкала Который есть Из-за того что Опять же Все здесь немножко упирается В результаты Из-за того что Результаты были Неудовлетворительные Наверное так Ну кого-то удовлетворительные Кого-то неудовлетворительные Но все равно Точно не классные Амкал Перетасовывает состав Амкал меняет этот состав И мог бы ты сказать Что ну вот Это все персонажи По ходу первого сезона МФЛ Да тебя там даже не было еще Вот Но условно Когда появились все Вот я имею ввиду Персонажи в Тудроц Вот Когда ребята Все новые появились Сейчас Спустя полтора года Там да Или даже год Ладно Давай откатимся к весне Можно я перебью сразу Даже если Не брать всех футболистов И всю основу Которую у них тоже Там безусловно Все пацаны Которые футболисты Многие из них Интересные персонажи Но помимо этого Они сохранили весь Скват Там Белыча Мбаппе Бигги Появился Алекс Месси И так далее Амкал Очень многих своих Персонажей растерял И как будто бы В этом тоже есть затык Нет Ну если посмотреть Именно по персонажам Понимаешь Изначально Тут все-таки Есть разница в подходах Был один канал Тудроц Всегда Изначально На котором были Вот эти персонажи Они там появлялись У Амкала всегда было Несколько каналов То есть Амкал создавался По-другому Команда блогеров Это команда Да С ребятами Из нескольких каналов И там Если посчитать По пальцам Наверное Наверное Хотя там Ну тоже сейчас Можно да Вспомнить Что Сибыч Федос Герман Клен Там Феликс Можно посчитать Спереков Спереков Да Ну то есть Это уже Правда если на пальцах Начинать считать Ну По сути ушел только Форзяр из Из тех Кто Да не Если вспоминать Еще более старых Дроты-то вообще Почти всех сохранили Да Ну реально Вот кто с ними начинал Тут практически И дошел до сегодняшнего дня Да тоже Это логично В целом В этом есть логика Это объясняется Ровно тем Про что я тебе сказал Потому что Люди которые ушли Потому что Они вне Тудроц Не самостоятельны Да Ну изначально Конечно да Но все таки Так и есть И эти люди Больше привязаны К Тудроц К бренду Тудроц В Амкале Приходили Самостоятельные блогеры Которые Сами дали Многое очень Амкалу Получили что-то От Амкала Хотя мне кажется Что в большинстве Своим больше дали Конечно именно Амкалу И ну в какой-то момент Просто Им Расставили приоритеты Так что Решили Либо свою команду Там создать Да Как Ничай сделал Либо просто Тратить время На что-то другое Как там сделал Тот же Кефир И кто-то еще Вот И так потихонечку Люди Леха Гуркин Там да Ушел В свое время Потому что Он хотел чего-то Просто нового Другого Люди сами В основном Все уходили В основном Не все Прямо Некоторых отпускали Но в основном Все уходили сами Я ненавижу это слово Так вот и причина Почему Амкал проигрывает Тодротс Потому что Вы ушли от изначальной философии Что это команда блогеров У вас практически Никого не осталось И у вас сейчас Главная задача Это результат Не уйти от философии Команды блогеров Было невозможно Ну братан При этом они бы все равно Ну все зависит все равно От идеи От контента Если бы эти идеи Контент набирал бы На ютубе Там миллионы просмотров Амкалы И людям было бы интересно За этой командой Следить Смотреть То было бы Соответственно Больше людей На стадионе Это всех людей Можно было бы заменить Сделать какую-то Пиздатую идею И появились бы эти люди Все все равно Зависит от Зрительского интереса Нет Результаты Частичка Вот маленькая частичка Это знаешь Больше к культре Относятся Те люди Которые вот приезжают Приезжают Как девочка Вам текстичка такая Типа Вы заебали проигрывать И может быть У кого-то еще Есть такое настроение Что они ездят Получают отрицательную эмоцию И не приходят Но в совокупности Все равно Большая часть аудитории Идет из интернета На стадион А в интернете Она тебя смотрит Потому что ей интересен Этот продукт Блин Я вообще честно не понял Почему мы начали Сравнивать Амкалту Дротс В контексте Да В контексте этого разговора Ну есть очевидное Сравнение всегда Двух главных команд Ну да И как будто бы Со стороны Выглядит так Что отрыв Начинает расти 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 И мне кажется Что дело не только В результатах Потому что тут Вполне верный аргумент Что там условно Родина Она выигрывает Оба турнира Там баскетбольный Футбольный Они начинают Текила и Тарасов Делать реально Неплохой контент Ну давай по порядку Стой Локально Стой давай по порядку При этом Ну на трибунах Не сказать Что прям прибавляется людей Смотри по порядку Во первых Я не совсем понимаю Почему из-за неудачного По количеству людей Выезда в Нижний Новгород Мы начали вообще Хоронить Амкал Хоронить Медиафутбол И так далее Ну типа Да так случилось Вот конкретно Мне кажется Никто не хоронил Не но я имею в виду Тенденции Которые в просмотрах Проскатывают Это про статистика Не подожди Статистика по одному матчу Это мы не конкретно Про матча вообще Мы же только что проговорили Ты говоришь Сейчас говоришь Что людей на трибунах Стало меньше Вот смотри Например Приезжаем в Борисов Через неделю И там например 10 тысяч человек Все исправилось Или что Ну нет Правильно Смотри Скажу как Человек Который иногда ездит По России Я сам иногда не понимаю Вот ставишь тур 10 городов Куда-то едешь 10 городов В 8 городах Солдаут В Кемерово Не продаются билеты вообще И я вот В первый раз Когда так было Я такой Блядь Что за херня Ну неужели в Кемерово Нет людей Которые хотят прийти на концерт А потом просто понимают Что такое бывает И типа Опускать руки Говорить что карьера идет Куда-то не туда Это самое тупое Что можно делать Едешь в 10 город Все нормально То есть Пока нет какой-то тенденции Сказать что На Амкал Перестали ходить люди Типа Уменьшилось количество Возможно Но это надо посмотреть На дистанции Хотя бы до конца года Уменьшились просмотры Да уменьшились Но на ютубе В целом Ну это тенденция Тоже сейчас Что уменьшаются просмотры Мы когда на ютуб залетали Там с Тимуром снимали проект Мы набирали там По 100-200 тысяч И нам казалось Это провал Это просто ужас Сейчас на каналах 100-200 тысяч Это вообще Блин можно снимать Можно спонсоров иметь Можно еще что-то Раньше на 100-200 тысяч Ты все майкиру только Можешь рекламировать За 20 тысяч рублей Ну типа максимум Ну то есть Все меняется Ну то есть У вас же тоже просмотры Поменьше стали В сравнении с тем Да у пацанов У пацанов раньше По 3,5 Да всегда так Но Ну не вот так Ну почему Просмотры у вас стали В целом по статистике У вас было бы Просмотры с пиком Когда было там Каждый челлендж По миллиону-полтора Ну два Конечно они сейчас уменьшились Уменьшились Но опять-таки Что сейчас могут Видосы набрать Там миллион Или 700 тысяч Это типа Все равно заебись Ну миллионы Смотри Миллионы 700 тысяч Заебись конечно Но Амкала Вот ты говоришь Результаты не являют Смотри Обыгрываем знамя Из Ногинска 3-2 В Кубке России В первом этапе Ролик набирает 510 тысяч просмотров Для Амкала сейчас это много Типа Самый просматриваемый ролик За все время Из-за чего? Из-за того что Знамя Ногинска интересное? Нет Из-за того что Какие-то перфомансы были? Нет Просто взяли Выебали спортивно По результату команду Забили 3 красивых гола 510 тысяч просмотров С текстильщиком Ну подожди Но это из-за того Что люди зашли посмотреть Мы уже проходили Это второй сезон Какое историческое событие? А это сейчас второй сезон Второй сезон Потому что люди тоже хотят смотреть Как команды Не победы Как команда выступает В Кубке России Они чаще заходят На этот видос Чувак Хорошо Кубок России Стой Кубок России С текстильщиком Играем Кубок России В меньшинстве Весь тайм 0-0 Напряженнейший матч Серия пенальти напряженная Типа хороший матч 200 тысяч просмотров Из-за чего? Из-за того что люди Которые болеют за Амкал И вообще за любую команду Они что мазохисты? То есть они посмотрели На матч ТВ Расстроились Испытали негативные чувства Из-за того что команда Была близка к тому Чтобы пройти дальше Например если бы Эрик На сантиметр правее ударил И забил Сука Эрик решил У нас 300 тысяч просмотров Подожди По факту да Прикинь Удар Эрика в девятку Принес Амкалу Выход в 1.64 Совершенно другой заголовок И люди Позитивные эмоции Они могут второй раз Да Они могут второй раз посмотреть Здесь можно контраргумент сделать То что если бы Были бы интересны Именно обзоры То их бы смотрели Не только когда победа А то что им Людям было бы интересно Постоять драму И переживания людей Даже при поражении Ну спорим Когда вы 5-1 Деньгам проиграли Этот ролик поменьше набрал Чем как вы Например Муром обыграли Я думаю что вы не выпускали Мне кажется Тудросс не выпускали А с деньгами На лигу пошел Да на лигу пошел Ну то есть Чего вы отрицаете Что результаты влияют Плюс вы Ну просто игнорируете А вы вообще Выпускаете ролики О поражениях? Ну вот На другой канал Не на основное не выложили Ну не все Это единственный случай Ну почему это произошло? Ну потому что Я не знаю Ну то есть Я не понимаю Чего вы отрицаете Что результаты важны? Никто не отрицает Фил Но никто не говорит Что это главное Это просто одно из А я сказал что главное Это одно из Конечно Мы и говорим Не а вы мне родину Приводите в пример Причем тут родина У родины нет истории Амкала У родины не было болельщиков Столько конечно Они за полгода Не могут себе набрать болельщиков Даже три раза подряд МФЛ выиграют Они не наберут Амкал Вернувшись там На какой-то знаешь Победный путь Может вполне себе Вернуть болельщиков На трибуны Хорошо Друзья Ну смотрите Все что давайте Ты же мечтал о таком столе Чтобы люди сидели И ругались Но не ругались А спорили И самое интересное Что тут идет реально Какая-то дискуссия А не интервью Но мне кажется Что именно на этой теме Мы чуть заглохли Ну и последнее Просто мне не нравится Что некий Чуть-чуть лукавит Еще из-за того что Ну понятно Что сослагательного наклонения История не терпит Но Если бы у Тудроц Например не заладилось В первом МФЛ Не заладилось Во втором МФЛ Если бы Ну просто Знаешь Пришли не те футболисты Например не сыграла ваша чуйка И вы не набрали Пиздатейший состав Практически сразу Типа если бы не сработало это Начались бы там Всякие перетрубации Вы бы начали менять состав Вы бы начали Не знаю Может быть менять тренера Хер знает И это бы все происходило И люди бы не успевали То есть Полюбить тренера Полюбить слона Полюбить там Я не знаю кто у вас Играет гаучо Стиль и так далее То есть у вас это Ну вы сами молодцы Что так произошло Но когда вы находитесь на рельсах Вам тяжелее с них сойти Ну то есть Это объективно А когда ты ищешь путь Когда ты находишься в поиске Оптимального состава Издатых персонажей Тренера Который подойдет команде Ну то есть Блин я реально вспоминаю год назад Когда у нас был Юрий Бабин Там не то что контент Не хотелось записывать Там не хотелось Просыпаться с утра Потому что ты просто Перестал получать удовольствие От тренировок Перестал получать удовольствие От игр Так в этом и есть проблема Фил То что вы едете по рельсам И важно в поезде Какой персонал И что вы для этого делаете Мы же говорим Мы ошиблись Ошиблись Так вы ошибаетесь Ошибаетесь Фил а ты не считаешь Что одна из ошибок Ты сказал то что Да конечно Отрицаю что мы ошибаемся Ошибаемся Но сейчас мне кажется Сейчас все получше стало Ты говорил про то что В то время когда Дроты были на первом МФЛ Или даже еще до него Вы ездили по городам Вы успели сыграть Зинамо И еще куча всяких активностей Но при этом Вы пропустили первый МФЛ Мне кажется Это ошибка Но при этом Я сейчас вспомнил Мы на МКС Когда играли на первом То есть мы там проиграли В полуфинале И сколько вы состава заменили После этого Почти весь Ну да И просмотры как там были Так и потом на следующем МКС То есть людям интересно Именно смотреть За командой Тудроц Которая вот строится Будь это поражение Победа Вот все равно драма Вот это как обзоры Рассказываются Ну некий Смотри Подожди То есть качество контента Амкалов Потому что тогда Когда был первый МКС У нас с вами были Плюс-минус одинаковые Вы на авиапарке сидели На газоне записывали Мне эти обзоры Больше нравились Чем вот эти киношные Блять съемки И так далее Ну я смотрел И тогда я обзоры Ваши смотрел И мне нравилось Но ты сейчас чуть-чуть Опять Передергиваешь Потому что МКС Тогда закончился В августе А команда у вас Футбольная Появилась в марте Нет Это еще прошло Полтора года Да Но я говорю Все равно Вот эти же туры Смотрели С интересом Хоть и команда Не блистала результатами Но вы год Не выпускали же Футбольные матчи Вы выпускали челленджи Челленджи у вас Всегда смотрели Никто же с этим не спорит Ну типа челленджи у вас Заходят Это блять Бесспорно Ну то есть Речь про то Что ты говоришь Амкала Всегда смотрели матчи У Амкала Всегда набирали матчи Там по Тем же Те же 800 тысяч Первый матч Ну как До матча У Германа Набирала Не знаю Блять Туберкулезник До матча Первый и последний раз Скорее Сажир твоего поезда Вообще Ну короче Нет То что все изменилось Знаешь Вот для меня Еще показатель Как я вообще Столкнулся с медиафутболом Вот как раз С видосом И нечаем Познакомились Я не помню как Они позвали Катуляжи Да Они позвали Сняться как Как карта ляжет Они снимали На свой канал Или на Я не помню на какой Я тогда охеревал Просто пацаны Знаешь Вот это просто Не день в день Не за неделю Анонс Мы просто встречаемся Где-то в каком-нибудь Гальяново Да районе каком-нибудь И Федос И нечай Бирилево Бирилево Да и Федос И нечай записывают К себе в сторис Типа чуваки Сейчас играем на площадке Школы номер 43 Вот я Вот нечай Вот фил и драк Приходите Снимем контент Через 20 минут Там человек 60-100 Я просто Я такой Типа думаю Блять охуеть Я концерты иногда собираю Знаешь По неделе Надо три анонса Выложить Чтоб люди пришли Блять на программу Готовую Типа то что ты готовишь Думаю Нихера себе У них просто связь с аудиторией То что можно вот так По щелчку 100 человек В любом месте России И Москвы собрать Типа раньше Да так было Сейчас по другому Но Сейчас было место Где никто не пришел Но тогда вы меня поразили Я просто знаешь Когда чуваки записывают И просто со всех дворов Вот так дети сходят Я такой Нихуя себе Это что за типы вообще Ну то есть да Было так Было так Сейчас по другому Сейчас это все Ушло от дворов От записи челленджей Как ты говоришь Миссия не выполнима Которую Гера сам снимал Виточ снимал Гера монтировал То есть не в качестве дела То есть сейчас Там я не знаю Наверное как профессионал Лучше это все снимают Но сейчас точно Когда все поставлено На кон у всех команд Ради результата Надо сначала вернуть результат По ходу будут Влюблять себя футболисты Либо персонажи И потом уже смотреть на контент Потому что контент Хороший выходит То есть не знаю Я впервые За последнее время Мы снимали эти два ролика Собери команду за 4 часа Ну типа Я там Я не знаю Не очень футбольный контент люблю Но я впервые получил удовольствие Оба раза на съемках Получил удовольствие Потом когда смотрел И получил удовольствие Когда читал комментарии И все равно набрало Это там 350 тысяч просмотров По нынешним временам нормально Но будете говорить А кто-нибудь из футболистов Принимал участие в ролике? Что значит футболисты? Ну которые там Я не знаю Стартовый состав Типа было Да 3-4 человека Было То есть в одном Во втором ролике Но это вот так По щелчку не происходит То есть у вас еще Ну для меня это тоже А? Сеня был Кто-то еще Сеня и Май был И так далее Я говорю Просто в целом Время может пройти И что-то изменится Понятно Что сейчас мы просто такие Блин Мне даже честно Мне даже Федя сегодня написал Мне даже нравится Что мы сейчас В роли Типа догоняющих То есть Пацаны там Впереди Мы такие подотстали Как будто Даже прикольно Понаблюдать за этим Куда это приведет Просто ну не надо У пацанов есть свой вайп Они там знаешь Вообще для другой аудитории Работают Амкал для другой аудитории Работает Ну то есть Может быть да Она меньше Но не надо Превращаться в Тудроц Амкалу И Амкалу не надо превращаться Ой Тудроц не надо превращаться В Амкалу Всех свой путь Я думаю Ну короче Краха я не вижу Но вы со стороны Когда смотрите на Амкал И видите то что у них Там цифры пониже стали Трибуна стала Заполняться поменьше Вы в чем видите Вот главную причину И вы делаете Какие-то выводы для себя Что нужно сделать Или чего не делать Чтобы не пойти Таким же путем Ну Честно Ну вот Неинтересно Смотреть Вот но включаешь ролик То есть я не знаю Он не цепляет Как-то что вот Из-за чего Не знаю Ну наверное Ну составляющую Ну персонажи 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 Да наверное Ну Конечно это надо Прямо жестко анализировать Ну просто знаешь Я как потребитель Такой включаю Ну и такой Всегда Такой проматываю Грубо говоря Не знаю До какого-то момента Сложно сказать Мне кажется Да как-то вот Нет какого-то Не знаю Юмора Что знаешь Смотришь И как-то вот Нет такого Что вот смеешься Как-то получаешь От этого Позитивное Вот такое настроение Вот мне кажется Может быть в этом Какое-то дело Но опять-таки Как Фил говорит Там Все на свою аудиторию Работают У всех она разная Знаешь Нет такого Что есть какой-то Один канон Может они идут Свою дорогу И придут Там опять К хорошим цифрам И У них будет свой путь У нас свой путь В этом нет ничего такого Я на самом деле Я на самом деле Очень много раз Хотел вклиниться Но Фил Настолько Мощно выступил Что я совсем коротко Скажу Я то с чего я начинал Я пытался это сказать Что там Можно провести Сравнение С Большим футболом Да Вот вспомните Кто может это Вспомнить Конец 90-х Начало нулевых Когда в России Был по сути Один клуб Ну главный Это был Спартак Москва За Спартак Москва Ну то есть понятно Что были какие-то там Локальные Это бывшая народная команда Да Локальные болельщики У там всех Команд У кого-то больше У кого-то меньше Но по сути На всю страну Действительно там Народной командой То есть самое Был Спартак Почему? Ну в том числе Потому что Спартак тогда Рекордное количество раз Выигрывал чемпионат Не было у Спартака Вообще никаких Конкурентов Что случилось Спустя там 10-15 лет Если сейчас Поднять статистику Если сейчас Поднять даже Тупо теги На sports.ru Сколько людей Подписано На какие теги На sports.ru То можно увидеть Что конкуренцию Спартаку Очень мощную Если не обогнал Его составлять Зенит Ну ладно Не рассказывай Что обогнал Я не уверен Я правда Ну я помню Но они точно Я понимаю Если раньше Ты мог где-нибудь В условном Владивостоке Спросить За какую команду Вы болеете Если это не местная Была какая-то команда То тебе ответит Спартак То сейчас С большой долей Вероятности Там 50 на 50 Я согласен Да чувак Я в Белгороде В 2001 год Спартак Вот Конецера Спартака Начало Все время Зенит Я на примере Чистый Петерклассный проект Я в 2002 году Начинаю в Белгороде Болеть за ЦСКА Мне такие Все одноклассники Такие Ты что ебнутый Вообще Какой нахуй ЦСКА Сейчас локомотив Чемпион Спартак У меня отец Болеет Какой ЦСКА Потом через 3 года ЦСКА выигрывает Кубок УФА Я такой смотрю Полкласса за ЦСКА Болеет Ну типа Это понятно Что и в нулевых ЦСКА ЦСКА просто собирал Ну не как Спартак конечно Но это было Противостояние Которое Очень сильно Уравнялось За счет Спортивных результатов Классных игроков Которых привозили Там со всего мира Которых любили Вагнар Лав Там Жой И так далее То есть Ну это реально В большом футболе На самом деле Говорят еще Про вот этот Как бы должен быть Какой-то Серьезный Цикл То есть например Конечно Цикл да Если команда Побеждает на протяжении 5 лет То она успевает Сформировать там Целое поколение Людей Которые за нее И привожу в пример Именно Серию Спартака Или серию Змита Да У которых они были Плюс есть какая-то история У Спартака Огромная там Да история И здесь нельзя сравнивать Поэтому да Одну победу Родины Медиа С Тудроц и Амкалом Потому что Тудроц и Амкал Все-таки Все-таки Ну искренне говоря Да Ну стоят Немножечко Особняком Потому что это Две команды С огромной историей Которые существовали Задолго до появления МФЛ И даже до появления Первого МКС И тот и другой бренды Они долго существовали Поэтому конечно Ну Пример Родины Ну некорректный Да Где-то еще такое Что смотришь на наших игроков Ну прям знаешь Такие вот Звезды медиа футбола Ну типа Я не знаю Хилорида Слон Стиль Слушай Ну в смысле Они реально Как-то умеют Знаешь Подбирать Вот Реально Я сейчас просто Начал думать Ну реально За этих пацанов Вот Ты такой Безюк Ты видишь Знаешь Они как продюсеры Они выбирают Не просто футбеков А еще И вот Как будто бы Каждый Не Как они это делают Интуитивно Или У них есть Какая-то метода То что Сейчас Тудрос По персонажам Сильнее Я же говорю Мы с каким-то Там Мы с Филом Здесь сидим Я бы не назвал Ты должен был Закончить цитату Для нарезок Я бы не назвал То что сейчас То есть ты пытаешься Дошутить Я даже не понимаю Что Ты сказал То что сейчас Тудрос По персонажам Сильнее Да Но с этим Никто не спорит С этим Никто не спорит Просто Мы с Филом Здесь сидим И мы даже Я бы не сказал что мы дефаемся. Мы, мне кажется... Я наоборот их хвалю, они мне говорят, что результаты не важны. Говорю, результаты важны, классно, у вас челленджи, они опять ругаются. Опять-таки, все вот... Вот с этим мы все согласны. Я имею в виду, что ты вздыхаешься. Я согласен с тобой. Есть много маленьких тонкостей. Давай про то, что ты смотришь на чуваков, и они как звезды медиафутбола. Тоже вспомнил свое чувство старое, когда я со стороны на это все смотрел. Мы играли, когда сборная МКС, Кузнецов, когда тренировал, против Амкала в Химках. Против Амкала в Химках, помнишь? И в под трибунке, это 2021 год. И в под трибунке мы стоим в этой Жома ничей, спонсор, в форме этой обрыганной Жомы. Сборная МКС, какие-то, блядь, типы непонятные, и выходят эти... Беги был, что ли? Не, 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 беги не было. Я был, не помню. Краб там точно был. О, Арчи был, Арчи, Краб. Ну, короче, все какие-то, знаешь, просто... Обрыганная просто. Жома мне в форме. Фирма не нравится, некрасивая. Вот. И мы стоим вот это просто, кто в чем одет, кто что это, и выходят эти из раздевалки в этой, в Адидасе своем кислотном, вот в этом. Там Мотя еще за них был. Мотя, Блат, чушь, блядь, все крашеные, все ебать красивые. Я такой, блядь, я как будто в фильм попал, реально. Просто смотрю на них, реально как будто чуваки из фильма вышли такие, сейчас будут нас разъебывать. Такое же ощущение от Амкала было. Факт. Ну, типа, факт. Они в то время, ну, как ты сказал, смотришь на всех, там, Блат, Чушь, кто еще был у вас? Мотя, да даже... Мотя не постоянная, Женя. Ну, я имею в виду, он играл, ты все равно на них смотришь, и такое, да, ощущение как от вас создается. Но это, мне кажется, просто если Амкал начнет в это сейчас опять играть, это будет очень неестественно, потому что под ваш вайп это все подходит, знаешь, там, сережечки, причесочки, еще что-то, типа, это вам очень сильно идет. У нас все-таки и по лицам, и по игрокам, и по тем, кто уже, так скажем, типа... Ну, а ты можешь сформировать, вот, типа, Тудрос, это стилевый клуб, а Амкал это какой клуб? Ну, мужики. Народный, да. Не, ну, реально, мужики, да, просто побольше. То есть для более взрослого аудитории. Ну, без геймфейса, так сказать. Ну, скорее всего, да, наверное, да, но туда же... Типа, вот я тоже пытаюсь сформулировать, мы реально же были всегда такими чуваками, которые просто... Я говорю, мы же и от соревновательного футбола мы долго отнекивались, отбрыкивались, потому что... Отнекитивались. Я не зря пришел, спасибо. Потому что нам, ну, вот, нам нравилось именно, да, пригнать куда-нибудь там в Уфу, при полном стадионе действительно там сыграть, и мне очень всегда нравилось, что у нас не было конкуренции никакой. Я имею в виду даже внутри. То есть мы брали там каких-то более сильных футбиков, но все равно, полупрофиков, можно сказать, но все равно мы все играли, и была вот эта вот атмосфера полнейшего какого-то, не знаю, кайфа и доброты, что, типа, ну, все знали, что все сыграют, все поиграют в футбол. А если вдруг вот ошибка была в том, что надо было тот состав сохранять, и неважно, как бы он себя показывал в соревновательном футболе, люди бы смотрели и такие, бля, ну вот в следующем матче на них зацепятся за очки. Уже не узнаем. Но тут сами наступили, для меня, знаешь, что самое смешное, опять, что я отличу от медиафутбола, мне кажется, ну, я знаю всю историю там противостояния там 2 мая и так далее, но для меня самый парадокс вообще медиафутбола, что в медиафутболе, в медиафутболе выиграть по пенальти, это разъебать. Ну, типа, нигде такого нет, ты понимаешь, что во всем мире там какая-то команда в чемпионате мира Уругвай, например, проходит. Ну, это как бы подмена понятий для своей аудитории. Да, которую все приняли вот, ну, после 2 мая в том числе. И сейчас, типа, когда ты такой флексишь результатами, я их разъебал. То есть получается, что у нас? Тут ротс разъебали десятку вчера. Да, некий так и говорит, обыграли по булитам, говорит, дали в рот. Ну, типа... Ну, это уже как-то... Ты не прибавляешься от себя. Нет, я не прибавляю. Ты не говоришь, что обыграли по булитам? Ну, вроде в рот не давали. Нет, нет, ты же сказал сигарету, сигарету. Ну, сигарету. Ну, сигарету просто не... Поставили раком. И дали сигарету в рот. Это тоже, да. Получается, он не добавил слово, а убрал. И в этом прикол, когда главные лица комьюнити, там, Сипскана, Некит, я не знаю, кто еще, когда они флекс... Ну, давай, давай двух хватит. Давай. Текила. Текила. Когда они флексят результатами любыми, и... Ну, то есть, знаешь, блин, вот просто, ты в футболе в большом всю жизнь, прикинь, команда в меньшинстве играет с текстильщиком и проигрывает по пенальти. Обычно это просто не повезло, да? Тут обосрались, блядь, вылетели с позором, ну, вы что, блядь, вы... Это вид спорта футбол в курсе вообще, что это такое? Ну, то есть... И из-за этого... Ну, подожди. Из-за этого невозможно... Что ты тут некорректно говоришь? Потому что про вас так говорили, не из-за того, это просто была уже одна из большой цепочки неудач. Это и МФЛ, и МКС, и вот теперь кубок. Слушай, давай, ладно, прошлый год со звездой 2-2 в меньшинстве весь матч играя, сравнивая на последней минуте 2-2 и проигрывая по пенальти. Ну, тогда это никто не подавал, как, типа, провал. Ну, вообще, это по мне так... Ну, я как человек, следящий за спортом, я бы с этого не то, что не подавал, как провал, но, типа, для меня это геройство. Когда команда в меньшинстве, которая явно уступает по классу звезде, потому что звезда дошла... А уж сейчас, да, если рассуждать туда, вспомни, до куда дошла звезда. Да, до РПЛ дошла. Не спорю, но просто, понимаешь, еще тому вашему составу было гораздо больше сопереживаний, потому что играл Сибыч, там играл... Играл Сибыч, играл Блат, играл Дрожук на ЦЗ. Играл... Дрожук, ну, да, да. Так я имею в виду, все равно, блядь, никто не ценил эти результаты, когда мы на спорте... Этот состав, когда мы на спорте всасывали, все время, там, два раза подряд, или три раза подряд, два раза подряд всасывали, и все кричали, там, убирайте того, убирайте того, убирайте того. Ну, то есть, людям результат важен 100%. То есть, в футболе людям важен результат, особенно, когда главные лица комьюнити так им флексит. То есть, ну, не будет такого, что некий проиграет 5-1 деньгам и скажет, ну, ничего, это футбол. Он же так не скажет. Он скажет, вы в следующем матче должны выйти и выебать так, что все забыли. Ну, типа, вот так он будет подавать. Так же и Сибскана. То есть, невозможно, ты говоришь, а это не ошибка была, не оставить тот состав и не всасывать всем в МФЛ. И все бы говорили, блядь, Стармиксу и Арту проиграли, ну, типа, это невозможно. Давайте подытожим просто реально, да, по этой теме. Ну, вы же сами пошли, изначально, там, сделали ставку на результат. Когда вы набрали множество профиков. Не будем спорить, кто сделал это первым. Не надо. Да, не будем, не будем. Просто вы же реально в том... Вы пошли за результатом. И, значит, результат для вас важен. И, в том числе, еще раз, мы не говорим, что только результат на это повлиял и влияет. Но результат, это одна из очень больших и это неотъемлемая часть успеха. Потому что медиафутбол, именно как вот соревновательный медиафутбол, он, по сути, ему нет еще двух лет. Ну, по сути, да? По сути, год. Ну, в таком формате. Ну, нет, нет, уже скоро забыл. Нет, ну, первый МКС фановый был, это 100%. Нет, МФЛ, я тебе говорю, МФЛ-то первый. Вот скоро будет два года, как он стартовал. Вот ему нет еще двух лет. Скоро будет. И, естественно, он привлек каких-то новых зрителей. И эти новые зрители, которые приходили, они не знают историю, понимаешь? Да ну вот, ваши ребята, даже, Тудросовские снимались, там, у меня там, слава, извини, они не знают историю противостояния, не все знают историю противостояния, я имею в виду Профиков, Амкала и Тудрос. И это может быть, ну, там, может быть нормально. Не об этом речь. Но люди начали смотреть вот этот соревновательный футбол, и в первом сезоне Амкала вообще не было, а потом Амкал не выиграл ни один из турниров. И, конечно, результаты в том числе повлияли. Результаты в том числе повлияли. И я закольцую то, с чего мы начали. Сегодня еще Серега Дурасов, я видел вне классика, сказал о том, что раз Амкал говорит, что матч не статусный и дело в матч ТВ, это значит, что Амкал не уважает своих болельщиков. Но это, по-моему, просто какая-то какая-то странность, то, что говорит Серега. Потому что, опять же, я проведу сравнение с большим футболом. Спартак-Урал или Спартак-ЦСК, где больше болельщиков будет? Да. Ну, я помню, у меня был абонемент, как вы понимаете, на матче. Какого команда? Зенита. Чистый петель. На матче Зенита я ходил на Петровский раз в две недели, на каждую домашнюю игру. Я очень хорошо видел. Вот просто ты видишь. Ладно, мне кажется, даже не надо объяснять. Ну, это просто странно. К сожалению, в этом комьюнити надо объяснять, потому что человек может сказать что угодно, если это не прокомментировать. Меня задевает не нападки на Амкал, меня задевает тупость. Тупость людей, которые на полном серьезе могут сравнивать условно, сколько в Одинцово собралось людей на матче Броуков и с кем они играли Fight Nights. И даже то, что Амкал собрал мизер, типа, в Нижнем Новгороде. Но это просто можно вкидывать что угодно. Люди не проверяют эту информацию, поэтому нужно проговаривать. Мне самому это не в кайф. Давайте заканчивать с этой темой. Давай. И переходить дальше. Как раз, мне кажется, тут небольшой сегментик сделаем про тебя. Потому что ты много раз говорил про то, что ты заканчиваешь с медиафутболом, тебя это все раздражает, тебе это не нравится и бесит. И потом вжухает и опять в сезоне. Ну, давай, да, тут тоже вкратце скажу, потому что тебе уже это рассказывал. Я не говорил, что меня это раздражает, бесит. То есть... Это было видно. Ну, да, меня просто... Короче, как было? В какой-то момент, ну, просто объективно, я если куда-то ныряю, вообще просто я такой человек, то я ныряю с головой. Ну, то есть я не могу, знаешь, там, на полшишечки что-то делать, типа, там, забивать хуй на команду, забивать хуй на тренировки, там, забивать хуй на игры, на которых ты знаешь, что ты не выйдешь. Ну, то есть все равно ты... В команде все должны быть плюс-минус, мне кажется, на равных условиях. Неважно, там, статус какой-то вне поля, ты должен со всеми на равных быть. И я в течение, там, я не знаю, сколько года в Амкале, там, посетил тренировок дохуилиард просто. Ну, мне еще смешно сейчас с Алишером было, когда я понял, что Алишер, там, был на 40% тренировок, а я, там, на 85% условно. Я такой, а нахуй оно мне надо? Ну, типа, почему, если футболисты, которым за это деньги платят, ну, не сильно уважают процессы, которые тут происходят? Почему я, который, я тут не зарабатываю вообще ничего? Ну, то есть это просто хобби мое, которое мне нравится. Вот, должен столько времени тратить. Я просто в какой-то момент такой, все, заканчивать надо с этим. Ну, типа, все, что я мог, дал, все, что я хотел, я получил. Ну, потому что уже, знаешь, типа, эмоции не те. То есть на больших стадионах поиграл, на которых я никогда в жизни не играл. Поиграл в большой футбол, в который я в жизни бы не играл. Я играл всегда в мини-футбол, с мужиками с работы, либо с пацанами во дворе в детстве. То есть я 11 на 11 никогда не играл. Типа, вроде как все мечты исполнились. Там, все, что... Амкалу всю душу отдал. Все, что, мол, там, креатив, который был... Ну, мне так казалось. Ну, типа, я не знаю. Просто смешал, что всю душу отдал. Да, у меня не осталось души. Да, кстати. Вот, и я такой, ну, до конца сезона МФЛ-3 буду, после МФЛ-3 ухожу. Написал Гере, уже с Герой даже попрощались мы. Ну, типа, Гера там написал большое сообщение, типа, спасибо, бля, чувак, за то, что так включен был. Я такой, фу, все, заебись, типа, ну, наконец, сделал этот шаг такой, типа. Вот, и потом мне звонит Викторович Миллер, говорит, типа, куда ты там собрался в Бутсуновой, ты очень, там, типа, важен для коллектива, так и так. Да и, там, в матчах, в которых будет позволять, там, ты выходишь, там, хотя бы в товарках, знаешь. То есть, для меня, честно, все равно товарка или МФЛ на большом стадионе. Я просто, если 45 минут большой футбол сыграл, для меня это удовольствие. То есть, я еще, когда капитанскую начали давать, я вообще, бля, вообще просто... Очень, не, правда, очень приятно было, и это какая-то ответственность дополнительная. И он говорит, подумай, типа, до, там, 16-го числа, когда заявки будут. Ой, не заявки, а жеребевка сезона. И там еще началась вот эта тема с супермедийными, которая мне не нравилась, кстати. То есть, я был против, чтобы ее вводили, супермедийных вот этих. Но все равно до 16-го подумать. Я такой уже все, думаю, не буду передумывать, ну, типа, не буду менять мнение свое. И потом пару ночей засыпаю такой, знаешь, в голове представляешь, прощание с командой, там, как что-то скажешь им, пост какой-то в телеграм-канал, который напишешь. Я такой вот так засыпаю, такой думаю, блин, как все жалеть будут, что Филипп Воронин ушел из медиафутбола вообще. И на этом моменте я себя ловлю такой вот так, и просто, знаешь, я такой, вот из-за чего я хочу уйти, типа, знаешь, потешить эго свое, типа, чтобы там два дня люди написали там 60 комментариев, блин, как жалко, что Фил ушел, чтобы в команде сказали, блин, Фил, как клево с тобой было. Я такой на этом моменте себя ловлю, и такой, ну, это максимум будет два дня. И через два дня ничего этого не будет. А мы еще тогда со знаменем товарку сыграли, я 45 минут сыграл с Капитанской. И я получил за то время удовольствие, которое я не могу нигде больше получить. Ну, типа, у меня нет опции такой, чтобы я получил удовольствие от футбола, как я получаю, когда я играю 11 на 11 на стадионе с болельщиками. Я такой, так, 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 Фил, давай эго свое засунь куда подальше, просто измени свое отношение. Я изменил свое отношение. То есть я сейчас не подстраиваю графики под тренировки, не подстраиваю там концерты. То есть если у меня занято сесть, я на тренировках просто говорю Викторовичу, Викторович, у меня съемка, у меня концерт, у меня еще что-то. Раньше бы я поделал так, чтобы и на тренировку успеть, и на концерт. Сейчас просто, если могу, я на тренировках. Если я могу, я на играх. Вот сейчас в Минск я, по сути, прилечу там на 6 часов и улечу обратно. Раньше бы я все подменил, поехал бы, чтобы на предыгровой быть, потому что на предыгровой важно быть. А вдруг там что? Я просто изменил свое отношение, но в команде как минимум до конца этого путешествия хочу остаться. И вот мне, вот в тот момент, когда я понял, что играет мое эго, а не разум, мне легче стало гораздо к этому относиться. И я чуть-чуть, ну, естественно, подубил в себе, типа, желание... Амбиции. Ну, амбиции, смешно прозвучит от меня, амбиции футболиста, но все равно, знаешь, типа, расстройство какое-то случалось раньше в любом случае, даже какой бы результат ни был. Типа, ты приезжаешь, стоишь, как долбоеб, переодетый, в бутсах, в щитках, такой, а зачем ты это делаешь? А сейчас я такой, даже, знаешь, там, 5-0 ведем с Матч ТВ, я еще не выхожу, я такой, ну, ничего страшного, как выйду, так выйду. 6-0, выхожу, вышел 2 минуты, побегал, ушел обратно. Вот. И тут прикольно, на самом деле, что пацаны, мне кажется, там, Ромео, Белка и так далее. Ромео сегодня сказал, что он вамкал, перейдет. Ну, это прикол. Я думаю, что они раньше убили в себе амбиции футболистов, и у Тудроц люди больше понимают, они такие, так. Ну, кстати, тут еще разница в том, что, например, у тебя, помимо этого, есть еще свой род деятельности, а, например, Белыч, ну, для него, мне кажется, это все. Нет? Ну, это одно из, чем бы я хотел заниматься, но я просто понимаю уровень. Ну, на данный момент у тебя есть Тудроц, и, как бы, у тебя нет какой-то параллели, как у ФИФА, да. Ну, в основном, да, вся моя деятельность связана с Тудроц, безусловно. Ну, в этом и разница как раз. Вот про что Фидос говорил, я не встрял в этом моменте. То есть в этом плюс Тудроц, что у них все зациклены. Ну, то есть объективно мы сейчас сравниваем, знаешь, Женю Спирякову, у которого семья, бизнес, свой YouTube-канал, и Алекса Месси, которому 15 лет, которому только в школу надо дойти, желательно. И, ну, то есть это абсолютно разные уровни жизни. То есть Жека самостоятельный, Фидос самостоятельный. Фидос там уйдет из Амкала, будет снимать слабое звено, все свои форматы, тревелы, они также будут набирать. Там я уйду из Амкала, типа я буду выступать, я буду снимать свои передачи. То есть, ну, действительно, мы более... Автономны. Автономны, да. Фидос, да ты, я тебе помогаю? Я прям за минуту тебе дважды помог. Я хотел сказать обособленный, то есть Фарзиар тот же, даже Фэл, типа Фэл сейчас на свои каналы там снимают форматы, которые, ну, вполне могут и сами существовать, могут существовать и на канале Германа. Вот, и в этом, естественно, минусы есть из-за того, что, может быть, из-за этого мы менее включены. Ну, а что же есть? А это Фрол. Ну, давайте чуть-чуть. У вас, как оказалось, не, мы не глядя... Ну, если еще... Да мы не глядя... А как сейчас не ответить ему, если у них есть живой пример, Кутуза, который был автономный чувак, ну, да. Снимал видосы на канал и набирал 100 тысяч просмотров. И после ухода из Тудроц что-то просело у него очень сильно все. Не очень автономный. Ну, еженька, мы тебя предупреждали. Не очень автономный получается у вас блогеры. Все-таки. Ну, это зависит. Ну, мне кажется, что они живут только в вот этой концепции Тудроц. Как только они из него выпадают, они становятся не так интересно. Ну, да. Соответственно, вы когда снимали Севастьяна у себя на канале, такие, ебать, тип, блядь, вот это ложные замахи делает, в очко прокидывает. Вот это тип просто ушел сейчас в бей-бей-ги. Ну, то есть, понятно, что вне вас, вашим блогерам, блогерам, футболистам, чуть тяжелее жить. Но это и большой плюс, что у людей есть четкое разделение. Они смотрят Тудроц. Они такие, некий ты, Жека, боссы, Хул, Мбаппе, Белка, Краб раньше. Типа это чуваки, которые в футбол играть вряд ли будут, но лица, лица канала, которые всегда на бровке присутствуют. Плюс там Карен, Эйтан, Биги, Алекс, это чуть другого, да, как я понимаю, поколения Тудроц. Карен за хоз часть отвечает. То есть, у людей даже нет допуска, что Карен выйдет на поле. То есть, Биги, Алекс, за... Нет, что не так. Я думаю, что сейчас Ваня ему, что-то пускал в ухо. На своей шутке так раз. Соответственно, ты с ухом сидишь? Конечно. Охереть. Самый прикол этого уха, что ему там, в принципе, ничего не подсказывают, это Ваня просто именно хуйню несет. Ты сказал, ты ныряешь с головой, я уверен, Ваня сказал, типа ныряешь там в пиздец. В пизду, да. Нам нереально всю программу накидывают, но в этот раз нет. Вот. И соответственно, эмоции на бровке другие, когда стоят хул, Жека, Некит, Алекс, Месси и Биги, они не расстраиваются из-за того, что они не выходят на поле и больше дают... Мне кажется, это был момент, но... Ну был, был, но это тоже был контент. Как Биги расстраиваться, так никто не умеет. Ну, странно бы, в сторону ЖД-путей и ложился бы на них и удержал бы. Давай, давай, да. А я имею в виду, и у них, соответственно, это эмоции дает на бровке. У нас просто, знаешь, там, как те люди, которые не убили все футболисты. Фидос, я уверен, ну, хочет еще играть. Ну, он уже пятый. Ну, хочет играть человек. Я... И мы такие сидим, вот так просто в нижнем сидим, хотим играть в футбол, понимаем, что этого не будет. И, ну, честно, с таким настроением тяжело флекситься и тяжело давать какой-то вайп, еще что-то, потому что ты, ну, все-таки хочешь по воротам попиздячить, блядь, хочешь побегать по бровке. А перерывы мало для этого. Да, да, да. А в перерыве это недостаточно еще, блядь, когда ты в перерыве голы и тебе забиваешь ворота, ферна долбоеб не снимает их. Ну, вот, обидно от этого, понимаешь? И поэтому бровка Амкава, она такая, футболисты, которые футболисты разминаются, мы, которые, типа, типа, можем давать контент, сидим такие в надеждах, блин, вдруг я выйду. И вот, когда Амкав не футболисты убьют все желания выходить на поле, возможно, станет контент разнообразнее. Тоже вариант. Ну, а условно, если тебя сейчас позовут варианту, и как Форзе скажут, вот ты сто процентов там будешь играть один тайм чистого времени? Да не, мне уже точно это неинтересно. В том плане, это, как минимум, всегда была возможность в десятку идти, особенно, когда они первый сезон не на результат играли, когда там и Настя бегала у них. Ну, не хотелось сейчас за столом сидеть отъебанным, да? Да. Сигареты во рту от них. Очень не хотелось. А что тогда тебя держит? Если ты говоришь, что ты амбиции футболиста себя убил, в целом от Амкава ты не ушел, потому что, ну, понял, что вы потешите свое эго, и тогда, ну... Не ушел, остался не из-за того, что потешить эго, а наоборот. Да, извиняюсь. И вот, что тебя сейчас держит в Амкаве? Мне нравится, ну, естественно, со многими пацанами почти со всей командой очень дружу, очень в классных отношениях. Мне нравится находиться в коллективе, мне нравятся тренировки. Ну, то есть, я человек не спортсмен, и в 31 год в целом не заплыть жиром и не заплыть, там, знаешь, чтобы пивной живот не появился. Как минимум, ну, я последний год из-за спорта регулярного лучше выгляжу, лучше себя чувствую. Во-вторых, даже на тренировках мне, ну, типа, я думаю, блин, я на тренировке на одном фланге борюсь с Толей Катричем, которая в Динамо смотрела. Ну, то есть, где я еще получу такой, знаешь, уровень сопротивления? Толян тоже, наверное, не планировал со мной на бровке оказаться. Бля, я тогда для меня такой диссонанс был, когда он только перешел из профа к нам, я думаю, блядь, это же Толя Катрич, его одеть. Год назад все, прикинь. Да, 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 это Толя Катрич, и я сейчас у него мяч отбираю, охереть. Ну, типа, жизнь непредсказуемая какими-то сверхфутболистами, я, который ни дня футболом не занимался. Ну, то есть, я этого нигде не смогу получить. То есть, играть в футбол, блядь, с пацанами-комиками я могу хоть 7 раз в неделю, и я могу это делать в 48 лет. Ты в Соснову Динамо играл? Ну, да, Ярик Гладышев ебать из-под меня забил, увидели, красоту. Golden Boy скоро получит золотую бутцу человека. Окей, Никит, ты скучал? Поэтому переходим... Не, у него глазки горели. Приходим к вашему матю. А мне кажется, это матч, которому был офигенный разогрев, и давно такого не было. Который начался здесь. Ну, наверное, начался еще заранее, но здесь мы добили чуть-чуть, и потом еще был пост от Азамата с откровениями про переговоры с Викторовичем. Как вы его увидели, этот пост? Как вы отреагировали? Как это было внутри? Блядь, это... Когда я тебе это рассказывал в нижнем, потом я рассказывал, это не классика, и сейчас еще мы тут будем прогонять? Чуть-чуть надо. Ну, вот твоя реакция, ты видишь этот пост, что происходит дальше? Скажем по факту. По факту. То есть, то же самое, кстати. Да, то же самое. Давай просто откроем этот пост, я прочитаю его. Нет, смотри, я хочу... Вот ты видишь этот пост, Азамата, который происходит... Смотри, было бы пиздец, если бы я не знал про то, что Викторович разговаривал с Азаматом. Тогда бы я охуел. А так, ну, Викторович сразу же, когда я ему позвонил, он после его звонка сразу позвонил и сказал. Поэтому для меня, ну и что, это не было никаким удивлением. Мне скорее здесь удивило, то, что Азамат сам просил Викторовича, знаешь, давай оставим наш разговор там в тайне и все такое, и берет и рассказывает какие-то личные детали. Но при этом, опять-таки, как я тебе говорил, человек из шоу-бизнеса, и то, что люди из шоу-бизнеса так поступают, меня совершенно не удивляет, потому что я уверен, что человек тут не за какой-то там правдой или что-то такого, но он просто названивает людям, хочет усиливать свою команду, и то, что он входит с ними, как-то делает себя приятным собеседником, это его хорошее умение, ораторских искусств, и, не знаю, там, какой-то часть, может быть, харизмы. То, что он звонит, и он сам даже тут на столе говорил, он подбирает уже, на какие правильные точки ему давить. То есть он такой, Викторич, ну, я на пельмени у вас свожу, там, в какой-нибудь деклапу свожу, кого-то зовут на кофе, а кого-то на пельмени. Я, кстати, пельменную знаю, с издатой могу тоже сводить, но я понял. Однажды в России, однажды в России он имел в виду, странно, если пасамат на уральские пельмени зала Викторича. Ну, вообще, я удивился бы, кстати, вот, если бы реально, я бы узнал, что Викторич вел какие-то переговоры за спиной, потому что для меня Викторич такой очень честный мужик. И вот это было бы для меня удивление. Вот, да, и он в целом, ну, знаешь, он сразу позвонил и после, и до встречи, и после встречи. Профакт переговоров мы знали даже, ну, на столе это обсуждали еще, по-моему, месяц назад, или даже больше. Ну, то есть давно мы это обсуждали. Но там была такая важная деталь в посте, который, ну, был на канале десятки от лица Азамар. Хочешь, что подскажите? Давай-ка. Недоволен руководителями? Да, то, что Дмитрий Викторович пожаловался на начальство, мол, при таких доходах клуба он не имеет высокого заработка. Вот это зацепило? Да нет, братан, потому что, опять-таки, Викторович такой человек, который, знаешь, он и нам говорил в целом. Ну, у нас были как раз обсуждения там его повышения и так далее. То есть этот процесс, который очень быстрыми темпами от того, что футболисты играли за 0 рублей и за премиальные, просто бам-бам-бам-бам-бам-бам за год выросло все очень быстро. Мы идем постепенно, просто как на спорте все вот так вот деньгами закидывать и потом, чтобы этот пузырь лопал, блядь, ну я не знаю, мне кажется, это неудачный бизнес. Поэтому мы стараемся делать все органично, мы стараемся делать правильно, как мы считаем. Конечно, во время этого пути могут быть недовольны как футболисты, так и тренера, много кто. И ты как руководитель должен вот со всеми тут поговорил, о чем-то договорился, там поговорил, договорился, и ты вот в этих спорах ищешь какую-то истину и самый главный факт, что в итоге-то все остаются и все довольны. Понимаешь, если бы Викторович бы ушел в десятку и перед нашим матчем бы сейчас сказал, что типа, блядь, вот жадное руководство, и мы бы такие, блядь, может надо было просто Викторович чуть-чуть добавить зарплату, и он бы остался, это одно. А так в итоге, конечный итог, что все довольны, все при работе, мы в Кубке России играем с командой ФНЛ, мы двукратные, мы взяли МКС. Я это уже произносил. Мне было, знаешь, еще что необычно, то, что перед матчем Викторович даже не вышел на разминку. То есть его все ждали, он не вышел. Как-то он стал меньше общаться. На него эта ситуация очень сказалась? Ну, мне кажется, Викторович такой человек, который, наверное, для него это не очень красиво, когда другие люди, знаешь, вот, личное что-то сливают. Да, наверное, ну, мне кажется, с любым человеком, если бы я с Федосом, там, знаешь, мы в гримёрке о разном общаемся, я потом, блядь, а вот Федос такое-то сказал, я думаю, Феде бы тоже сказал, блядь, ты долбоёб. Ну, знаешь, это, братан, в нормальном мире личные разговоры в целом не выносят на суд общественности. Особенно, если мы с Федей там хуй сосим условно Севскану за спиной, и потом я беру, говорю, это что, прикинь? Ты, получается, сказал сейчас. Не, ну, это же, это как бы, ну, пример. У меня любимая цитата про это есть, я забатал, я потом говорил, мужчины не говорят о том, о чем говорят мужчины, вот так говорилось там. Ну, ты знаешь, ну, это же, вроде, мы все равно в каком-то еще довольно-таки адекватном мире живем, где личные разговоры скрывают наружу, и как он этим прикрывается, замаж, что, типа, ну, вы первые начали говорить. Сева? Пародию. Очень точно. Сева, он тут еще вот так вот смотрит, такой, ну, вы первые начали сливать, я всего лишь хочу проверить, по каким тут правилам все, писано, не писано, что говорить можно, что нельзя, кто раздувает, не раздувает, то есть, блядь, там просто вот, знаешь, ну, человек много говорит, хорошо говорит, безусловно, нет, но если копаться в этих словах, я подумал, что ты сейчас прям песню заполучишь. Если в этих словах копаться, в них часто просто, воздух, который даже сам человек не может подкрепить какими-то фактами, и поэтому подогрел, да, ничего критичного в этом совершенно не вижу, потому что все были в курсе, исход этих переговоров остался положительный для нас, все охуенно, мы еще и выиграли. Подрались. Подрались, вот это лучше. Не выиграли, а выебали по булитам, не забывайте, правильно? Давай вот это лучше. Сева, можно вопросы, пока мы тут в этой теме, можно вообще кратко отвечать? Да-нет, это да-нет. Не, на самом деле, правда, может да-нет отвечать, потому что у меня 4 вопроса созрело, пока ты рассказывал. Первый, как я понимаю, десятка на этот пост, ну, я за мат, наверное, его вкидывал перед игрой, типа, чтобы дестабилизировать обстановку, но он даже, когда я его вкинул, мне показалось наоборот, что это дало дополнительный заряд мотивации команди или нет. Думаю, 100%. Да, и мне кажется, они просчитались, потому что явно пацаны после Мурманска были выжаты, как, ну, эмоционально выжаты, да, и, возможно, не настроились бы на десятку, то есть раздражителей, по сути, кроме Кутуза, никаких не было, и тут перед матчем катят на тренера, который, типа, которого все обожают в команде, мне показалось, что ставка не сыграла на это, наоборот, сыграла в вашу пользу. Ты сам ответил, в принципе. Ну, нет, вопрос был, была ли мотивация дополнительная, некий сказал, да, была. И чуть-чуть про финансовую часть клуба, ты сравнился на спорте, но тут, как бы, чуть-чуть другая история, на спорте тратили спонсорские деньги, то есть они тратили деньги, которые вливались в них без отдачи, а вы все-таки успешный бренд, который зарабатывает сам, то есть вы эти деньги, как футбольный клуб, зарабатываете, премиальные, там, спонсорские контракты, проходы дальше в Кубке России и так далее. Мне просто интересно, откуда у вас чуть-чуть такая упертость в финансовом плане, типа, почему нельзя чуть-чуть дать слабину и дать пацанам, тренерам зарабатывать больше. Ну, смотри, ты же не знаешь, во-первых. Нет, я спрашиваю по этому. Ну, то есть, смотри, из того, что я знаю, и это в открытом доступе, то есть те люди, которые играют меньше 35 минут, не получают премки. Премки, как я понимаю, у вас, как и во всех командах, скорее всего, 5-10 тысяч, да, наверное, не более. У меня-то у нас 15. О, тогда да. Но я не веду, вы не думали такие, когда это решение принимали, что вот выходит пацан на... Я в 90-минутном матче буду говорить, чтобы упутаться. Есть такое, что... За результативные действия. Нет, все равно те, кто люди попадают, там, 18 человек заявку, даже если ты не вышел, ты получаешь тоже часть премиальной. А, просто в открытом доступе была инфа, что получают только те, кто... Ну, в открытом доступе и мало какой информации. Я же поэтому вот так и уточняю, гляньте. Складываются разные впечатления, но все равно, зная... Никто не знает, сколько уходит на затраты в месяц. И то есть, если сопоставить... Я не считаю деньги, я спрашиваю про то, что было... Крузнецов про это говорил, что те, кто меньше 35-ти играют, не получает время. Это тоже, знаешь, часть вот этого пути. Сначала, там, в первом сезоне было по-своему, во втором по-другому, в третьем, опять-таки, по-третьему, да. Разговаривая вместе с Викторовичем, там, с Абер Николаевичем, они такие, ну вот, Женькову мы это обсуждаем. И то есть, вместе к легальным мы приходим к каким-то решениям. Все, это было интересно. Самое, мне кажется, вот это главное, что план есть. Друга слушать. Сев, последний вопрос, пожалуйста, очень короткий. Если бы до кабы из этой рубрики. Как думаешь, как я понял, переговоры Азамата и Кузнецова были после МФЛ? Не, он прям рассказывал. Не, после финала МФЛ. Первый, да. Да, первый. А потом уже после финала МКС. Он ждал от его звонка. Да, как думаешь, мог бы чуть другой результат быть, если бы вы за неделю проиграли финал МФЛ и финал МКС и Дмитрий Викторович такой, ну, с этой командой условно я добился всего, чего мог. Думаю, сто процентов нет, потому что даже уже до финала МКС как бы он нам говорил свое решение. Что остается. Да, и там буквально, ты знаешь, что там, не знаю, после их встречи, в принципе, он уже сразу обозначил, что... А как думаешь, зачем он встретился? Типа, чтобы не из вежливости, чтобы не отказать? Ну, мне кажется, Викторович такой человек, что, не знаю, даже условно там не обесценивает, ты такой, типа, Викторович, давайте встретимся, мне есть вам там, что предложить, он приедет, поговорит с тобой, просто послушает, выслушает, да, и он... То есть по сути, из вежливости? Или что бы... Я не знаю. Мне кажется... Или хотел на уральские пельмени сходить. Однажды в России. Однажды в России. Ты автор уральских пельменей, получается. Да. У меня есть, например, куча знакомых, которые любят просто ходить на собеседование, даже когда не собираются менять работу. Нет, так я же не осуждаю, просто интересно. Ну, то есть, типа, а-ля, чтобы узнать, сколько тебе предложат. Сколько на рынке сейчас зарплата условная и так далее. Окей. Кураками нет. Ну, смотри, во-первых, давай начнем с того, что нормально ли вот так вот показывать болельщикам и кричать «Сосите мой хуй» на месте Дороха. Ну, Дорох вообще не подходит под категорию «нормально». Я сегодня смотрел большое шоу, он там с бабкой сосался. Ну, то есть, для него, я уверен, это все в одном ряду. Пососаться с бабкой, покричать. Ну, он вышел? Да. Ну, это как будто яркий пример, когда не совсем футбольный человек заходит в футбольную индустрию и, грубо говоря, возможно, вот эти свои провокационные действия, он, потому что привык работать со зрителями, это нормально. Но, наверное, он не задумывался, то, что вот такие жесты никто не смеется, это задевает болельщиков. Нет, ну, просто давай все это приводит. Давай изменим, например, это делает райзен трибуни Амкала. Он так делает. Кричит «Сосите мой хуй» и так далее. Ну, сколько после этого идет обсуждение? Или Сеня Левщук подходит в инициолог к болельщикам Брока, мы тоже с этим «Сосите мой хуй», и сколько будет с другой стороны? Сеня не говорил болельщикам… И я говорю, давай, чужой, ты втородный подбегал так же с футболом. Ну, ладно. Это разные вещи. Но в любом случае, когда ты провоцируешь что-липуну, это просто разные вещи. И то, и другое провокация, но это все разные вещи. Разные вещи. Вы что имеете в виду, что не осуждают Дороха? Вот это? Про это говоришь сейчас? Нет, не что ты говоришь. Как бы как изначально было? Это же трибуна сначала что-то начала заряжать Дороху? Или как? Вообще, по-моему, изначально он что-то сказал, это попало в ТГ, трибуна это увидела, начала заряжать его сторону, и он ответил вот таким жестом. Как я… Чтобы хронология просто построить. Ну, вообще он опаздывался тем, что типа там что-то Кутуза кричали, типа он Кутуза… То же самое спрашивал, говорят из-за того, что Кутуза весь матч типа поласкали. Мне просто казалось, что трибуна тоже что-то в его сторону кричал. Ну, может, пошли жать. Видимо, не, окей, он явно… Ну, и грубо говоря, это я всему говорю, ну, хулево. Ну, наверное, хулево кричать болельщикам, знаешь, ну, в принципе, мы это все… Не будь болельщиков, не будь людей, которые смотрят трансляцию, это все нахуй вообще никому не нужно было, мы бы играли во дворе, и там могли бы друг другу что угодно кричать, и всем было бы все равно. Тут неприятный жест, и, конечно, после того, как мы выиграли, типа, знаешь, первая же мысль, что вот в ответ за болельщиков хочется Дороху в ответ так же показать. Типа, это максимально вот, я не знаю, это как вот… Как часть фильма, знаешь, вот злодей что-то показывает, такой весь ха-ха-ха, я тут, блядь, самый крутой, и в итоге он проебывает, и ты в ответ всей командой после победы ему показываешь. И на это… Показываешь, что ты говоришь? Ха-ха-ха! Бля, я только что понял, некий сейчас это рассказывает, и я понял, что у них-то была обратная ситуация в финале МФЛ, когда… Да, то же самое, по сути, обратное, то есть Текила на правах победителя, Текила же, да, показал вам? На правах победителя пизда-то подъебал Стиля, да, по-моему, за тот эпизод, и тоже у Стиля не выдержали нервы, он полез в драку, то есть абсолютно зеркальная ситуация. Ну, не прям в драку он полез, такой потолка, знаешь… Ну, это же стиль, да. Ну, есть… Ну, колодельникам… Замах великий был, да. Ну, я имею в виду, ситуация зеркальная, просто сейчас пацаны на месте победителей и могут ответить этим еще жестом. Ну, и то, одно дело показывают друг другу, то есть, смотри, Дорхов бы показал… Нет, вообще Дорхов не оправдываю вообще никогда в жизни не буду Дорхов. Нет, ситуация тоже не совсем зеркальная, потому что он показывает это в нашей трибуне. Да, но ты же говоришь, захотели ему ответить всей командой, вот и ответили. Окей, в момент, когда мы пишем, закончился матч Сахалинец-Баз, есть матч в Тудроц с Десятком, где были, так или иначе инциденты с рукоприкластом. Нам нужен наконец-то какой-то КДК, который бы принимал за вот такие… почему именно КДК? Это может быть Картава или Коля? Да, Картава или Коля, кто угодно. Вы как считаете, вот за такие истории надо отстранять людей? Сто процентов. Так, дисквалифицировать? Да, конечно. Так, так о чем вообще то? Мне кажется… Подождите, вот степень, какая должна быть, что человек должен быть отстранен? Ну, если человек наносит удар или производит замах, Макартава, наверное, лучше в этом разбирается, то, что нанес удар, замахнулся, какая-нибудь разная степень матча. Если ты действительно наносишь кому-то удар, я считаю, что 3-4 игры ты спокойно должен пропускать. Ну, получается, некий, который… Стиль, финалик получается за замах. Подожди, а если ты в ответ наносишь удар, то это уже не считается? Ну что, значит, двои, значит, ты подрался. То есть некий тоже должен быть отстранен? Так, ну, некий три раза сунул, а тут один раз. Пологики, я не знаю, я просто увидел это замаха, там было куча, который просто… Типа человек должен вот так вот, типа, давай ударь мне бля в насяру, но это уже самозащита какая-то идет. Может быть, конечно, я не знаю, сложно по самому себе судить. Ну, слушайте, ну, к счастью, уже все это есть на видео. Это все можно внимательно смотреть и, мне кажется, решить, кому, сколько, как давать. Это же все, опять же, я сегодня просто все сравниваю с проффутболом. Да, но если ты будешь сравнивать с проффутболом, то, например, там вообще нельзя никак взаимодействовать с тренингами. Это понятно. Но я имею в виду, что есть, как минимум, касаемо драк, да, ну, какие-то, как это называется, рекомендации, да, для арбитража. Что и как делать. Поэтому, мне кажется, надо просто это все рассматривать и сильно дисквалифицировать. Возможно, стоит рассмотреть вариант отрубания рук по локоть. Я не знаю. Ну, то есть, мне как такому, ну, типа, блядь, я не знаю, есть некит, мне, по большому счету, поебать. Отстранят этого игрока или нет, но, наверное, чтобы не допускать каких-то массовых ситуаций и массовых, и в целом, ну, знаешь, здесь повезло, что я, конечно, такой бамс, вернулся где-то. Ну, блядь, а прилетит мне в нос и сломался бы у меня нос. Может быть, я вот тут сейчас сидел весь опухший и думал, ебаный рот, с какого хуя ты вообще на меня руку поднимаешь? тоже, если начать разматывать, то тут можно домотать до того, что вы, условно, сделали провокацию, тогда надо отстранять вообще пол вашей бровки, надо сначала отстранить Дорохова, потом отстранить всю вашу бровку, потом, ну, понимаешь, мы тогда дойдем до того, что... Нет, 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 ты не прав, я уже сто раз говорю. Смотри, мы даже толкались, это никогда не доходило до мордобоя. Находясь в медийном поле, в медийном поле, ну, где угодно, в футболе, тебя всю жизнь будут все провоцировать. Я сколько раз уже об этом говорю. Ты должен научиться, блядь, ты деньги зарабатываешь этим. Научись простой вещи, может быть, не простой, сори, но научись такой вещи, ты должен понимать, что тебя будут провоцировать все трибуны, соперники, ну, кто угодно. Да судья Воробьев может тебя провоцировать, бегать и сказать, ну-ка, ну-ка, пиздони мне что-нибудь. Если ты не можешь, если ты... Я с вами не спорю, я просто спрашиваю. Вот, если ты не в состоянии придумать быстро на эмоциях красивый, изящный, смешной ответ, промолчи. Такое часто бывает. Промолчи. Вот возьми себе это за правило. Блин, я просто, ну, не знаю, от того, какой я человек, я себя не представляю, что я окажусь в какой-то ситуации, знаю, что полезу кого-то бить, еще что-то, ну, потому что всю жизнь так не делал, вряд ли сейчас у меня колпак сорвет. Нет, ну, ты можешь представить такую ситуацию, что в вашей трибуне показывают, ты каким-то образом выиграл, показываешь в ответ тот же самый жест, и на тебя игроки летят, и тем проводится удар. Я говорю не про себя, я говорю, что есть люди, которые просто не умеют сдерживать свои эмоции, просто они есть. Ну, типа, я не знаю, вы таких людей в своей жизни встречали, которые сто раз в одной и той же ситуации, когда надо было повести себя по-другому, поведет сто раз себя неправильно, просто такие люди есть. Типа, ты дисквалифицируешь его на три матча, он выйдет на четвертом, опять его спровоцирует, он опять так же постарается на сезон. Нет, можно же делать условно, первый раз, вот, ты провинился, тебе дают 3-4 матча систематически. Если это повторяется второй раз, значит, ты пропускаешь сезон. Если ты допускаешь, например, это третий раз, у тебя запрет медиа в футболе. Типа, давай я тогда возьму, бля, пару Товгайев, чтобы они разочек дали в ебало, пропустили 3-4 матча. Кстати, хорошая идея. Это должно караться, чуть ли не дисквалификацией, возможно, даже вообще всей команды. Но это уже перебор. Здесь ему надо говорить о дисквалификации на сезон. Смотри, давай по фактам. За провокацией дисквалифицировать, ну, мне кажется, ни Дорохова, ни вас, ни Карена, ни в коем случае. Не надо, да. Ну, то есть, Дорохов тем, что кричал трибуне по сосимой хуй, ну, то есть, он, по сути, это его право. Нет, по сути, то, что есть такое видео, где Дорох так кричит трибуне, это в целом может быть для него и наказание. типа, больше дальше там копать смысла нет. То, что пацаны подбежали в ответ, показали, тоже в этом ничего такого нет. То, что началась драка, там, некиту прилетела, некит героически отбился. Блин, знаешь, что тебе нравится? Я уверен, что у тебя редко в жизни, скорее всего, драки были, но сейчас за этот год уже как минимум две, и ты такой вроде против этого, но в глазки горят такой, ну, блин, нормально же я ему ответил, ну, нормально. А вас не смущает, что показывали 4 или 5 человека, ебало пошли нетлету бить? Всегда где нетлет, блять, почему-то вот, он просто связан с драками, я не знаю. Он просто еще увидел, сколько предлагает там за бой, все, сгорелись. Я как раз наоборот, я не буду драться на камеру. Я вообще... подожди, вот мы тут сидели, и ты был готов. Это была шутка. А, все, ты шутил. Конечно. Мы не помним. И вы еще, может, не смотрели Сахалинец-бас, там чувак вот так хватает ополку за лицо. Дисквалификация будет. Да, да, На три выпуска стола. Хорошо. Вот так, вот так хватает ополку. прям не так. А? Покажи, покажи на нем как. Не, подожди, не сжимай. Покажи, покажи как. Ну, друзья, он вас сейчас провоцирует, не отвечайте. Не отвечайте. Либо придумайте интересный ответ. Ну, это не ударить кулаком. Стой, стой, стой. Вот. Вот. И ключевое, что судья это смотрит, для судей это 100% красная карточка. Ну, это во время футбольного матча. Вообще мы, во время футбольного матча. Красная карточка. А Коля Осипов смотрит это и комментирует. Он говорит, не, это не красная, он же его не ударил. Ну, типа, честно, для меня, ну, для меня схватить за лицо, это тоже пиздец, потому что в жизни были такие ситуации, когда человеку так же меня хватало за лицо, и мне неприятно было после этого, ну, типа, неделю, это на выступление один раз у меня такая ситуация была, меня человеку так за лицо схватил, не ударил, нихуя, а я жив-здоров, все цело, но это ебать как неприятно, потому что, ну, нарушается твоя личная граница, и это, я вообще не понимаю, как, ну, как это в голову может прийти так сделать, ну, типа, и вы такие сейчас говорите, ну, это же не ударил, ну, типа, при этом на футбольном, ну, это, это на бровке было, это на бровке было, но это дисквалификация или нет, просто Коля говорит, это даже не красная карточка, вы понимаете. Ну, красная карточка, я как понимаю, у нас это как минимум устранение на один тур. Ну, да. Ну, условно, если человек получает красную карточку, дальше вот есть неделя, чтобы разобраться, просто самое, чего я боюсь больше всего, то, что, например, произойдет две плюс-минус одинаковые ситуации, кому-то дадут четыре игры, кому-то три игры, и начнется это опять, кто-то будет орать, бегать на бровке, что какого хуя нам дали, четыре, ему три. дополнительный инфопол, да, другого прекрасного не допустима. Да, любое, вообще, да, на этом канале создадут отдельную программу, будет называться «Свисток», будет ее вести Владислав Батурин, и будут здесь разбирать судейские скандалы. Это очень мистичный профессиональный футбольный выпуск. Ну, я, кстати, за то, что, ну, типа, ситуация с Райзеном и Сипсханом. вот как вы смотрите на переход в такую плоскость, когда начинается уже, ну, вот там, Каджиев дал контракт. Нет, если оба согласны. если оба согласны. Как они подерутся. Нет, мне просто интересно. Так, в этом смотри. Сева, моралистом каким-то, или еще кем-то, но, например, смотрят, смотрят молодые пацаны медиафутбол, и, например, видят, как Райзен с неки там в Казахстане подрались на лестнице, и упали, и катились. Это было не в лестнице. Очень долго катились, да. Ну, короче, что решили свой вопрос, подравшись на улице, и они такие, блин, на улице. Так, блядь. Хорошо, в комнате? Нет. В лобби. В лобби? Отель. При какой температуре воздуха? Чтобы точно комфортно. Подрались в лобби отеля, и они такие, о, ситуации можно так решать, пойти попиздиться, и... Именно в лобби отеля. Именно в лобби отеля, да, надо заселяться обязательно или нет, или просто зайти можно? Обязательно. Обязательно, да, надо в лобби отеля. Райзен не был заселен. Карточка была унедита от этого. Это, конечно, не повод для гордости. Да, это не повод для гордости, в смысле, в жизни ситуация так сложилась, но это, типа, надо осуждать в любом случае, чтобы, пацаны, которые не поделили пенал в школе, не пошли так же... Да, братан, тогда, когда, типа, сидит Азамат, тут и курит сигу, тоже тогда надо осуждать. Да я... Стой! Он и осуждает, мне это не нравится, но он это осуждает. Здесь много всего надо осуждать. Да, блядь, послушай, пожалуйста, я к тому, что вот эти бои, которые перейдут в октагоны и так далее, это спорт в любом случае. то есть, люди на ринге, это бокс, кикбоксинг, смешанное единоборство. То есть, это ты как минимум переносишь это в спортзал, где в спортзале такое может быть. Я против того, чтобы это было на улицах, я за то, чтобы это было в спортзалах. Поэтому, если оба человека согласны и хотят попиздиться на ринге, как Никита Джигурда, блядь, и от Аркашунашвили, типа, пожалуйста, пусть этим занимаются. Но драться на поле и говорить, это медиафутбол, и давай тут влиться, это нормально, ну типа, это не нормально. Никто про это и не говорит. Я же говорю, не моралист, просто надо отделять спорт от разборов на улице. Что, 90 тысяч? Поздравляю. Поздравляю. 90 тысяч подписчиков. Спасибо. По телеграм-канале красиво. А если забанишь всех ёбари пидаркала, сколько останется? 65 тысяч? Ну, нет, 65 человек. Окей. Я думаю, в принципе, мы все обсудили сегодня. Это тебе вуха говорят? Нет, это я так почувствовал. Нет? Я думаю, что если мы зайдем в комменты под этот выпуск, мы охренеем от количества комментариев о том, какой охренительный Фил Воронин и как надо звать его сюда почаще. Нет, я думаю... 100%. Я прям в этом уверен. Ну давай, не сглазь. Я думаю, и про Белку скажут. Да. Белка вообще пора. Отлично пополучал. Будьте всегда в таком составе. Да, да, да. Мне понравилось... Так все у нас выпизите. Да, 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 это классика. Мне понравилось то, что сегодня была дискуссия и этого часа не хватает столу. Спасибо, Патя, что пришли. До следующей. Этот выпуск тоже перезаливать планируете или нет? Нет, нет, этот сразу. Сразу? Да. Мы делаем мост между... кем? Амкалом Тудроц и Тедос приходит в Тудроц. Он так сказал. Я не так сказал. Ты так говорил. Я сказал, что нужен мост. Но я не говорю, что я перехожу. Ты говорил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok